Уже через несколько дней в этой комфортной школе прозвенит первый звонок. Всего в Шимкенте должны сдать 11 объектов. Я отмечу, что эти школы на 10-20% больше, чем обычных общеобразовательных. Сейчас мы находимся в столовой. Этот блок для младших классов. Нам разрешили пройти на кухню. Здесь установлены уникальные печи. Это пара печь. Здесь можно готовить больше 12 блюд на пару. Словом, в новой школе все готово. Мебель завезли отечественного производства. И уже со 2 сентября 2000 учеников здесь сядут за парты. Сейчас идут последние штрихи. Устанавливаем оборудование, мебель расставляем и все необходимое. Работает на объекте 800 человек в две смены. А это кабинет начальной военной подготовки. Тут есть свой склад для макетов оружия и вот такие интерактивные доски. И это еще не все. В каждом кабинете установлены вот такие LED-экраны, на которых можно писать проекты, вести онлайн-уроки. Система обучения тут будет уникальная. 30% теорий, остальные 70% практика. А в кабинете иностранных языков устанавливают программу «Полиглот», где каждый может выбрать для себя 5 разных языков обучения. Я отмечу, что у школы свой ненавязчивый дизайн, приятные цвета. Желтый, оранжевый, бежевый, серый, голубой. Потолки на этажах высотой в 3 метра. И важно, старшеклассники обучаться будут в отдельном корпусе. Там тоже есть своя столовая. А это спортивная площадка комфортной школы. Здесь уже заканчивает строительство тренировочная база. Это футбольное поле, где могут тренироваться даже профессиональные футболисты. И вот еще одна деталь. Здесь постелили специальную крошку. Как говорят учителя, по ней бегать удобно даже в обычной обуви. Эта школа распахнет свои двери уже 1 сентября. Еще три откроют в середине месяца. И до конца года семь комфортных школ ведут в эксплуатацию в Шимкенте. В целом по стране проект включает строительство 369 таких школ для 740 тысяч детей. И все это до 2026 года. Важно то, что по поручению президента часть возвращенных незаконных активов была направлена на строительство 62 комфортных школ на 76 тысяч ученических мест. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok